Всем привет. Хотелось бы поговорить о зенитной пушке С-60, которая была установлена в сквере Победы по-хангельски. Неделю-две назад обнаружили, что она радиоактивная, то есть превышает нормативный фон радиоизлучения. Один элемент обнаружил. Это обычный хангельгородец. Позвонил МЧС. Пушку вывезли. Сейчас на сайте администрации города, я оставлю ссылку в описании, может любой проголосовать, идет голосование, выборы по поводу того, что возвращать данную пушку или нет в сквер Победы. Мое мнение одно. Я не хочу, чтобы эта пушка была здесь снова. Во-первых, здесь очень много кустов и эта пушка смотрится очень странновато, то есть такое большое достаточное сооружение и места для него очень мало. Во-вторых, я не хочу, чтобы эта пушка была, потому что у нас и так слишком много военной техники. Тот же танк Марк-2 или Марк-5, который стоит на песчине тройской коры Лимнихта. И танк ИС-3, который стоит у дома офицеров. Множество у нас самолетов в Тарагах находятся в аэропорту, как памятники. И из них есть и военные. То есть, получается, город такой милитаризированный. Правильно, что это и город воинское слава. Но, тем не менее, пушка здесь это лишнее. Третье, почему я не хочу, чтобы она была. В 2013 году ее установили. И установили вот такую вот табличку. Можете повернуться или увидите ее здесь. Автоматическая пушка С-60 относится к типу зенитных орудий, состоявшихся на вооружении частей противовоздушной обороны, защищающих гурт Ахангельск от фашистской авиации в 1942-1944 годах. Пушка установлена в сквере победы в 2015 году при подготовке к 75-ю победе в Великой Отечественной войне. Данная пушка начала разрабатываться с 1944 года и к Великой Отечественной войне не имеет никакого отношения. То есть, получается, что эта табличка немного нам врет. Почему я еще не хочу? Есть вариант, допустим, установить все вот эти военные орудия, разгрузить город от этой военной техники, допустим, в какой-нибудь одном месте. Ну, не в городе, а, допустим, на Краснофродском острове. То есть, допустим, установив их в одном месте, можно сделать такой патриотический центр, такой своеобразный парк победы, который сможет приехать любой желающий и посмотреть на всю военную технику. Тем более, сейчас там детский патриотический ангел, стрелковый клуб, есть мототрасса. То есть, ну, в самый раз патриотизм делать там. То есть, здесь это место можно освободить и сделать, допустим, какой-нибудь памятник. Ну, а этот памятник я вообще мачо.